Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Ольга и сегодня предлагаю приготовить мандариновый наполеон. Готовится очень просто и быстро, получается невероятно вкусно, а кислинка мандарина придает изумительный вкус. Такой торт сможет стать украшением любого праздничного стола. А если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить много новых, интересных и вкусных рецептов. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить! Берем муку, притрушиваем поверхность, на которой будем работать. Берем слоеное дрожжевое тесто. И раскатываем тонким пластом. Форму для себя делайте любую. Квадрат, прямоугольник, сердечко, кружочек, хоть треугольник. То есть какой вы захотите формой торт, такой формой раскатывайте и выпекайте. Делаем тонким пластом, где-то миллиметра два-три. Лишнюю муку струшиваем и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Так проделываем с оставшимся тестом. У меня его килограмм. То есть 4 пласта. Вот, выпекаем уже в разогретой духовке. Вот, пекчется очень быстро. Пока коржи испекаются, займемся заварным кремом. В молоко всыпаем сахар. Ванильный сахар. Хорошо перемешиваем и отправляем вариться. Муку перемешиваем с кукурузным крахмалом. Подгодавливаем масло. Тем временем коржи у нас пекутся. Забрасываем другие. И варим заварной крем. Варим на среднем огне, постоянно помешивая. И как только молоко закипает, добавляем маленькими порциями муку с кукурузным крахмалом. И интенсивно помешивая, чтобы не получилось комочков. Как только оно закипело, появились бульбышки, сразу оставляем. И взбиваем миксером до однородности. Вот такой заварной крем у нас получился. Добавляем туда сливочное масло. Перемешиваем. И даем остыть. Тем временем готовим мандариновый крем. Высыпаем кукурузный крахмал, сахар. Выливаем немного мандаринового фреша и перемешиваем. В маленьком количестве легче справиться с комочками. Перемешиваем и добавляем оставшийся фреш. И отправляем вариться. Также на среднем огне, постоянно, интенсивно помешивая. Как только масса начала загустеть, и вот появляются вот такие пузыречки, то есть она закипела, сразу оставляем. И даем ей остыть. Тем временем коржи наши испеклись и немного остыли. Убираем три верхних коржа и начинаем формировать наш торт. Остывшийся крем намазываем на нижний слой. Полностью распределяем. Вот так вот по коржу. На края сильно не мажьте, чтобы он не вылазил. Сверху на заварной крем выкладываем немного мандаринового крема. Оставляйте так, чтобы хватило на три коржа. И немного оставим для украшения. Распределяем мандариновый крем равномерно. Накрываем коржом. И сверху смазываем снова заварным кремом. Мандариновым. И так продолжаем с тремя коржами. Сверху корж украшаем мандариновым кремом. Вот такой узор с сеточкой. Я делаю это кондитерским мешком с самой маленькой насадкой. Вот так красиво у нас получается. Смотрите, какой он становится праздничным, нарядным и очень вкусным. Вот кислинка этого крема придает пикантность и такой невероятный вкус для Наполеона. Попробуйте, вдруг вам такой вариант Наполеона понравится. Также, если вам понравилось, делитесь с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Хороших вам праздников, отличного настроения и до новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно! Субтитры создавал DimaTorzok